Знаем с вами город, и, к сожалению, таких запущенных территорий много. Все, что случилось в этом гаражном кооперативе, надо понимать, что гаражи, которые строились в 60-х, 80-х годах, они были востребованы, там были машины, там были места хранения бытовых вещей, там были погреба. На сегодняшний день гаражами практически не пользуются, погребами в запасах практически не пользуются, да и, в общем-то, самим гаражами уже из 10, может, там один, наверное, востребован. Но у нас их тысячи самих гаражей, десятки тысяч, а кооперативов, по-моему, 200-300-400. Они у нас в центральной части находятся, но в основном по периметру городов, там, где живут расположения заводов, в которых, в общем-то, и строены. Сейчас мы проведем эту работу, мы поймем вот с этим массивом, как подойти к этому, потому что там либо есть управленцы, тогда надо понимать, что находится в собственности, какие права на земельные участки и что с этим делать. Потому что как только мы начинаем сносить, появляются собственники или не собственники, но те, кто владеет вот этим гаражом, кирпичи или металл. И, конечно, мы эту работу проведем. Все, что неблагоустроено в полуразвальном состоянии, мы будем инициировать снос. Снос или ограждение. Мы должны понимать обратную реакцию, потому что тут же появятся какие-то горожане, которые будут говорить, не трогайте, это наше. Но, тем не менее, мы за некий порядок после той разрухи, в которой сейчас находятся. Вот где произошла трагедия, вы там сами были, вы все там видели прекрасно. Это десятки лет строительства, там практически в шесть этажей друг над другом. Есть совершенно заброшенные, есть те, кто пользуется. И вот эти спуски с микрорайона, они, вы видели их там, они там по крышам, подзначит, междулисты, стихийные. Вот, конечно, мы должны выработать какое-то решение, что с этим делать. И мы должны общаться с теми жильцами, которые живут в этих домах, потому что они ими пользуются. Либо это огородить. Но я хочу, чтобы те люди, которые живут в этих многоквартирных домах, они должны понять, что мы это огораживаем, и проходы будут по центральному улицу. Потому что там на сегодняшний день благоустроить лестничный марш или лестничный спуск, ну, вы видели сами, там практически, ну, вот так вот сходу там даже невозможно. Что касается проходной улицы, это не улица или не дорога, это проход. Когда строили, наверное, там было асфальтовое покрытие, но со временем все это снесло. Там 4 гаражных кооператива, значит, должно быть 4 руководителя. Мы на этой неделе будем с ними совместно с прокуратурой МВД, я буду инициировать встречу. Параллельно мы проверим права на все, на землю и на их нежилые вот эти помещения в виде гаражей, погребов, пристроек каких-то. И будем вырабатывать позицию. Либо вы огораживаете свои гаражные кооперативы, наводите порядок там, либо мы будем инициировать снос. Тогда выйдут на нас какие-то владельцы, и мы с ними будем разговаривать об этом же. Что касается опиловки вот этих там уже разросшихся, разваленных деревьев, каких-то деревянных построек, мы это все, конечно, уберем, в обязательном порядке. Дал поручение главе района вот с этой лестничным маршем, который находится под серьезным углом, его необходимо сделать, потому что он там уже в запущенном состоянии. Мы сделаем освещение, но еще раз хочу сказать, мы должны понять, что те люди, те ребята, которые ходят этим, пользуются проходом, это обеспечило безопасность. Когда человек, который имеет рецидив по этим статьям, он просто открыл ворота, взял ребенка и закрыл ворота. Освещение, оно иные меры, должны быть. Мы должны понимать, что не только в этом. И обезопаситься от такого человека много сторон должно работать. Родители, МВД, город и так далее, и так далее. И вот этих мест, которые мы сегодня обсуждали, подходы, я вижу, что происходит в соцсетях. Сегодня все хотят создать рабочие группы, все хотят принимать участие. Но я хочу, чтобы они тоже принимали участие-участие, не видя подсказок. А вот пойдемте на собрание и пообщаемся, послушаем позицию. Если у вас есть позиция, все, кто хочет принимать участие, озвучьте их людям. Давайте совместно с председателями, с владельцами этих гаражей, прокуратуры, города, давайте выработаем позицию. Но она должна быть принята тогда всеми. Всеми принята. Либо мы делаем вот так, либо мы делаем вот так. Все, что по возможности, потому что мы понимаем, что это колоссальный пласт работы, которые сегодня необходимы по приведению в порядок подходных путей. И мы это будем делать обязательно. Но ответственность, в том числе, это коснется всех. Руководителей нежилых помещений, председателей гаражных кооперативов, владельцев, то есть юридических лиц, стройплощадок, автостоянок. Мы пойдем по всему фронту безопасности объектов. Каждый объект, когда примет меры по безопасности, тогда можно говорить, в том числе, это одно из направлений безопасного города. Потому что камеры можно поставить, и это надо делать. Это современно, это быстрее, это контроль, это поиск. Но это случилось уже. Открыл гараж, затащил и закрыл. Камерами потом найдут. Понимаете? А вот ответственность вот этих председателей, кооперативов, она где? Это тоже наши горожане. Это тоже те, кто говорит, давайте безопасный город. Давайте. Все давайте. Поэтому мы эту работу проанализируем. Мы ее будем публично озвучивать. Мы пойдем вот такими, наверное, стараемся логичными путями, но в том числе совместно с родительским сообществом, совместно с руководителями учреждений, в том числе вот эти коммуникации, они помогут контролировать ребенка в режиме онлайн. Где он сейчас находится в школе? Вышел ребенок из школы? Где он должен быть? Час прошел, звонить надо, кому звонить? Кто должен понять, где вот этот вот восьмилетний мальчик или восьмилетний девочка? Когда через 20 минут она дома должна быть? Поэтому здесь вопрос ответственности всех. И трагедия, конечно, которая произошла, она ужасна. И не хочешь, чтобы это повторялось.